Что касается Конституции, вы не могли не заметить мое поручение к членам Конституционного Суда как специалистам. Я их просил, исходя из той ситуации, из обстановки и прочей, на перспективу, подготовьте новую Конституцию. Но сделать надо не исходя из мнений этих судей Конституционного Суда, не ориентируясь на какую-то группу и прочее. Вы в целом должны видеть страну, народ, знать, что у вас дети, внуки, что им потом жить, как вы правильно сказали, беспокоимся за это. Вот предложите мне эту Конституцию. А слово есть, нынешняя Конституция. Ну что надо, обмежевать полномочия, как вы сказали, ограничить полномочия президента, как вы это видите? Почему судим Конституционного Суда? Потому что там самые грамотные и опытные попались судьи, юристы. Честно говоря, я поручение это сделал, но не знаю, как оно выполняется. Но я уверен, что это люди очень ответственные. Судя Конституционного Суда, это просто очень ответственные люди. И они над этим работают. Но пока мне ничего не предложили. Я думаю, в ближайшее время предложат. Согласитесь, что все-таки от меня будет многое зависеть, какая это будет Конституция. Но я склонен сегодня, сегодня склонен к тому, что Конституцию, новую Конституцию нам придется принимать. Может быть, не может быть, а наверное, да не наверное, нам придется усиливать другие ветви власти. Исполнительную, законодательную ветви власти. Может, что-то надо будет, но после серьезного анализа предпринять по избирательной системе. Вводить, не вводить нам пропорциональную систему. Или остановиться на мажоритарной. Это просто будет сделать уже опыт. Опыт есть и нашей России, и Казахстана, и других стран. Мы изучим этот опыт, других стран изучим. И я вам клянусь, что эта Конституция не будет продавливаться. Она не будет приниматься нахрапом, заинтересованностью моей. Я вам клянусь, что этого не будет. Все будет абсолютно честно. Потому что самым заинтересованным человеком в том, чтобы было потом хорошо, и чтобы, ну, лично, если меня касается палками, у меня не бросали и камнями. Я буду самым заинтересованным человеком, чтобы Конституция соответствовала тем реалиям, которые сложатся в нашем государстве. И это у любого думающего президента, если он решил закончить свою политическую карьеру, это наиважнейший вопрос. Ну, вы это обозвали транзит власти, там и то. Я это шире смотрю. Я смотрю о том, какая будет наша Беларусь. Кому она достанется. Это очень тяжелый, это очень сложный и очень важный для всех вопрос, который вы подняли. Ну, вот так бы я сегодня ответил на этот вопрос. Я думаю, что это не пять лет, это будет гораздо меньше. Ну, честно, конечно, сейчас ломать избирательную, это тоже на злобу вопрос, избирательное законодательство сейчас ломать, даже как-то удовольствовать, реформировать, и тем более Конституцию вот в эти два года, когда парламентские, президентские выборы нельзя. Это не только мое мнение, ни в коем случае нельзя. Мы должны спокойно провести эти выборы и заняться вот то, о чем вы говорили в том числе. Хотя это не приоритет. Надо сохранить стабильность, безопасность, мир в обществе, добавить благосостояние нашему народу, чтобы не стыдно было перед детьми. Поэтому думаю, что в этот период это делать нельзя. Но может в президентских выборах, если я не буду участвовать, мне придется что-то конкретное уже об этом говорить. Что-то конкретное. Но я хотел бы уже иметь предложение специалистам на руках, для того, чтобы сказать, что первый вариант Конституции, вот он уже у президента есть, основа, которую мы потом вместе доработаем. Поэтому вместе будем думать, кому и какую страну и какой закон основной оставить.